Здравствуйте, меня зовут Леонид Голубев, я шеф-повар ресторана Жирок. Мы сегодня будем готовить гратен из корнеплодов. И нам для этого понадобится батат, сельдерей и картофель. Мне нравится готовить не классические, а добавить немного других корнеплодов в приготовлении гратена. С чего мы начнем? Мы начнем нарезать наши овощи. Берем мандолину, либо слайсер, если у вас такое имеется, и примерно 2 мм толщиной начнем нарезать. Начнем с батата. Нарезаем тонким слайсом. Если у вас получится ножом, то, конечно, на 15 порций. Мы взяли 700 грамм картофеля, 700 грамм батата и 350 грамм корня сельдерея, потому что он имеет ярко выраженный вкус и будет немножко перебивать все остальные овощи. Батат убираем в воду. Все, нарезаем картофель. Картофель также толщиной примерно 2 мм. Убираем картофель в воду, чтобы он не потемнел. И приступаем к нарезке. Сельдереет. Все овощи нарезали и дальше приступим к бланшированию. Бланшируем их для того, чтобы ускорить процесс приготовления. И удобно тем, что эти овощи долгое время не будут темнеть, если мы сразу не начнем готовить. Вода закипела. Мы ее подсаливаем. Пускаем наши овощи в кипяток. Батат мы примерно бланшируем 30 секунд. Сельдерей и батат готовятся быстрее, чем картофель. Примерно 30 секунд. Смотрим на овощи. 30 секунд прошло. Опускаем в холодную воду со льдом, либо можно в проточную, чтобы остановить процесс приготовления. Точно так же мы поступаем с сельдереем. Опускаем наш сельдерей примерно так же на треть секунд. Картофель мы бланшируем чуть больше. Это примерно минуту, секунд 40. А вообще, если мы нарежем толще, то у нас процесс бланширования будет немного больше. Если и тоньше, то, соответственно, меньше. Все, овощи у нас уже все готовы. Мы сейчас будем переходить к следующему этапу. Гратен состоит из овощей и соуса бешамель. Будем готовить соус бешамель. Первое, что мы сделаем, это зажарку. Для зажарки нам понадобится сливочное масло и мука. Мы растапливаем сливочное масло. Масло растопилось. Добавляем муку и обжариваем до золотистого цвета. Постоянно помешивая. После того, как мы обжарили муку до золотистого цвета, мы добавляем теплое молоко и сливки. Доводим до кипения. Добавляем тимьян, листики тимьяна. Берем венчик для того, чтобы мука размешалась. Доводим до кипения и добавляем пармезан. Убавляем огонь, так, чтобы соус наш не подгорел. Добавили весь пармезан. Доводим до вкуса солью. Все, консистенция соуса должна быть, как густая сметана. Соус отставляем с огня и приступаем к сборке нашего блюда. Дно формы будем выстилать пергаментом. Для того, чтобы пергамент ровно прилегал к форме, делаем надрезы. Вырезали пергамент под нашу форму. Духовка разогревается до 180 градусов. На дно формы. Тонким слоем. Размазываем наш соус. Все, первым слоем мы выкладываем батат. Ровным слоем. Сверху каждый слой мы подсаливаем слегка. И каждый слой также нашим соусом. Примерно на каждый слой две ложки. Тонким слоем. Иначе батат, если мы добавим много соуса, он весь расплывется. Следующий слой мы используем картофель. Также внахлёст. Все делаем то же самое, как и с бататом. Все овощи должны быть сухие. Но их доставать не из воды. Иначе произойдет то же самое, что и если мы добавим много соуса. Третьим слоем мы выкладываем сельдерей. И чередуем все овощи, пока они не закончатся. В принципе, если не заморачиваться, можно перемешать все овощи соусом. Выложить ровным слоем. И поставить запекать. На вкус это не повлияет. Но если потратить немножко больше времени, сделать так же, как мы сделали сейчас, то при срезе будет очень красивый вид. Ставим запекать при 180 градусах на 45-50 минут. Прошло 45 минут. Проверяем готовность. Готово. Ставим под пресс до полного остывания. Когда гратен полностью остыл, убираем пресс. Переворачиваем. Снимаем пергамент. И нарезаем на порции. После того, как мы нарезали гратен, мы его прогреваем в духовке. И можем подавать как самостоятельное блюдо, либо к рыбе, к мясу, да к чему угодно. Рецепт этого блюда вы найдете под видео. Готовьте, экспериментируйте. Приятного аппетита. Продолжение следует...